В апреле, в частности, у нас гендерный ликвез, и сегодня у нас вторая лекция с серией, которая называется «Гендер, сексуальность как социальные конструкты», которую проводят наши коллеги и товарищи Семенов Сухонарина. Вот, я уже не буду больше занимать ваше время. Объясняю, что это такое, потому что мы это делали на первой лекции. Я надеюсь, что, если вы еще не послушали эту первую лекцию, то вот сегодня, после лекции Сейнат, вы захотите вернуться и к первой лекции. Она доступна на Facebook, то есть те, кто пользуется Facebook, может ее легко найти на странице штаба и на наших личных страницах. Ну, в общем, сегодня у нас продолжение, которое мы с нетерпением взяли. Я тебе даю слово Сейнат. Но перед тем, как пройти ко второй лекции, я думаю, наверное, стоит сделать маленький обзор, потому что наверняка не у всех было возможности, может быть, послушать первую лекцию. И в принципе, вы не обязаны слушать первую лекцию. Поэтому это мое дело, немножко вернуть нас ко сном. То, что это все-таки что-то важное, то есть эти лекции, они построены на прогрессии. То есть, конечно, не нужно прямо быть специалистом в тех вопросах, которые мы обсуждали на первой лекции, но все-таки некое знание, оно все-таки, видно, будет полезно, по крайней мере, для нашей дискуссии. Потому что, в принципе, мои лекции, они даже не лекции, это больше семинары, дискуссии. То есть, я могу представить какую-то информацию на определенную часть времени, промежуток времени. А потом, я надеюсь, обсуждать это вместе с вами, то есть, привлекаться в какое-то осмысленное обсуждение. Вопросы, которые, я думаю, всем важны. То есть, зачем бы вы пришли, если бы вам это было неважно или интересно. Вот. Вопросы основные, которые мы обсуждали на прошлой лекции, это власть, знание и дискурс. С точки зрения критической теории, ну, в частности, с точки зрения Фуко, Мишеля. Ну, и немного мы затронули Зигмунда Баума. Но Зигмунда Баума мы будем больше рассматривать сегодня. То есть, он является как бы теоретической основой того, о чем я буду говорить сегодня. И вот тех, кто был на прошлой лекции, я бы хотела, может быть, попросить, вспомнить, что именно мы говорили в отношении власти, знания и дискурса. Вот. А, ну, так, для закрепления материала. Я вообще, как бы, преподаю сейчас тоже в Американском университете Центральной Азии, поэтому у меня уже есть некие замашки преподавать. Закрепление материала, там, обзор лекции. Ну, я думаю, это полезно. Кто-нибудь, может быть, скажет? Да, мы говорили о том, что власть не локализована, да, она как бы растворена, да, в самом пути. То, что мы говорили о том, что власть, она, ну, то есть власть современная. И мы говорили прямо с начала, с определенного промежутка времени власть стала такой, то есть она стала нелокализованной. Эту власть невозможно, как бы, проследить от начала, ну, точнее, от начала, от свершины до низов, можно сказать, от сердцевины до краев. То есть эта власть, она, она как бы присутствует везде, такая вездесущая власть, и она, в ней постоянно происходит обратная связь. То есть субъект может быть, человек может быть как субъектом, так и объектом этой власти. То есть я могу быть подавляема, то я также могу подавлять кого-то другого. Вот, и это основная, как бы, черта власти в наше время, то есть то, что ее невозможно высадить и сказать, вот, вот это наш гегемон, если мы его свергнем, то мы будем счастливы, будем жить в мире согласии и полном равноправии. Такое невозможно, потому что, получается, нужно будет свергнуть гегемона в себе, в самом себе. Каждый должен это сделать. Это похоже, наверное, на некие, на некоторые литературные тексты тоже там есть, свергнуть в себе чудовища. Вот, да, власть в этом плане не локализована. И также мы говорили о том, что власть стала больше, стала намного более тоталитарной, чем она была раньше. Хотя это, может быть, кажется немного парадоксально. То есть мы сейчас живем в веке демократии, в эпоху демократии, да, либерализма. Все люди равны в своих правах. Народ является источником власти, так как мы выбираем парламент, мы выбираем президента и так далее. Казалось бы, да, каким образом власть может оказаться намного более тоталитарной, чем когда мы имели монархов, королей, императоров, завоевателей и так далее. Но, однако, это так есть, и мы согласились на прошлой лекции, что это действительно так есть. То есть мы обсуждали это, анализировали. Но идею, конечно, высказал Фуко, то есть не я, далеко. И почему мы говорим о том, что она стала более тоталитарной? Потому что, то есть если раньше у нас был один человек, да, или группа людей, скажем, гегемоны такие, они олицетворяли собой всю власть. То есть у них действительно была вся власть от Бога. То есть был такой нарратив, да, что вот я там наместник Бога на земле, или представитель Бога, я не знаю, репрезентатив, и я имею право делать, в принципе, все, что я захочу, потому что это веление Бога. Люди должны были следовать. Были субъекты монаршие и так далее. Но они были вынуждены следовать всему, что говорит монарх. Но в то же самое время эта власть, она, в принципе, распространялась только, можно сказать, на имущественную, на какой-то внешний материальный капитал человека. То есть человек могли отобрать дом, ну, в принципе, могли отобрать жизнь, детей, может быть, отобрать. Что-то вещественное. А сейчас же, в наше время, власть стала более дисциплинирующей. То есть это власть дисциплины, власть правил, законов. Как мы знаем, основной рейтмотив многих проектов, ЮСАИД, ДИФИАИД и так далее, ПРООН, ООН, они все основным рейтмотивом этих проектов являются верховенство закона. И казалось бы, это что-то хорошее. Но вот в плане нашей дискуссии это, на самом деле, то, что закрепляет тоталитарность власти. И я объясню, почему. Потому что, то есть власть таким образом, она растворяется. То есть нет гегемона, но есть власть закона. Закон законов, правил, традиций, которым должен следовать каждый человек для того, чтобы быть членом этого общества. Если ты не следуешь этим правилам, то ты становишься маргиналом, изгон, и тебя выкидывают из этого общества. Поэтому власть это намного более тоталитарно. И также эта власть, вот как я и говорила, предыдущая власть, монаршия власть, она распространялась на что-то вещественное. Эта же власть, она распространяется на вещественное, а также на невещественное. То есть на труд человека, на время человека и на поведение вообще. В принципе, на существо человеческое. То есть оно формирует то, кем мы являемся. Потом мы говорили многое также о знании. Мы говорили не просто о знании, как о книгах или о чем-то таком. Мы говорили о знании, в которой есть сила. То есть knowledge is power. И мы также говорили, почему это так является. И знание в этом плане очень тесно связано с понятием дискурса. То есть мы обсуждали в этом плане, что дискурс вообще оригинальный, да, это означает беседа, собеседование, диалог какой-то определенный. Но в нашем контексте дискурс также имеет более расширенное понимание, определение точнее. И это определение означает, что дискурс — это не только то, о чем мы говорим между собой, а также то, кто это говорит, как это говорит, в ответ на что и так далее. То есть мы, когда мы говорим о дискурсе, мы говорим о более широком контексте сказанного. И в этом плане как раз-таки очень важно иметь в виду, кто же сказал и что говорит. И каким образом он это делает. И в целом у нас в дискуссии пошла взаимодействие между властью, знанием и дискурсом. И мы говорили о том, что власть, она увековечивает себя, или точнее продолжает саму себя через дискурс. А дискурс — это как раз-таки контроль знаний. То есть если я контролирую знания, то я контролирую то, что вы знаете. А если я контролирую то, что вы знаете, я контролирую, в принципе, как вы себя ведете и кем вы, в принципе, являетесь. То есть если я запрещаю вам доступ к определенной информации, которая могла бы быть вам полезна, то, понятное дело, эта часть вашей жизни будет неполезной или каким-то образом непокрытой информацией. То есть я, в принципе, манипулирую вашим бытием. Вот. Это вот основные пункты, которые мы обсуждали на прошлой неделе. Если у кого-то есть вопросы, я думаю, было бы хорошо обсуждать их сейчас, то есть если кто-то не согласен с этим. Перед тем, как я пройду следующую часть. Никто не хочет со мной не согласиться, а протестовать, может быть, еще что-то. А если я не по делу? Поскольку на прошлой лице не было, поэтому что-то... Да, но я бы хотелась просто очень сжато это все сказать, поэтому... А что именно? Какой-то конкретный пример привести с этим? Паноптикум? Ну вот, да, кстати, например, интересный пример. Например, мы обсуждали паноптикума, это такой, ну он, это не средневековый, но это где-то 18 век приблизительно в это время. Один английский философ, он вообще относит себя к школе, то есть не то, что относит к себя к школе, он является словоположником школы утилитаризма, утилитарианства. Это точный перевод русский, я не очень знаю, но это школа философская, политическая философия, которая ставит своей целью разработать формулу счастья для всего человечества. То есть утилитариан, да, то есть утилитировать как бы наше существование, каким-то образом рационализировать и сделать это так, чтобы наибольшее количество людей имело наиболее достижимый уровень счастья. Вот. И всё, что не подпадает под эту формулу, всё, что противоречит этой формуле, является плохим, и должно отсекаться. Ну, это было, это очень-очень грубо говоря, так, не для Чанникова, не знаю, очень грубо говоря, определение этой философии. Вот. В общем, этот человек, то есть понятное дело, что эта школа, она как бы посвятила себя оптимизации всех человеческих процессов. Вот. Поэтому основоположник этой школы также попробовал себя в деле оптимизирования тюремного надзора и придумал проект «Паноптику», который он предложил Короне британской. И, насколько я помню, они даже утвердили это, но потом свершилась революция, Кромвель, что-то там, что-то. В общем, проект застопорился и, в принципе, он никогда и не осуществился. Но самое интересное, что мы живём сейчас в этом, в принципе, «Паноптику». И мы это обсуждали. Вот. Что такое вообще, в принципе, «Паноптику»? Это такой проект наиболее эффективного надзора за заключёнными. То есть предполагалось, что будет построена большая такая круглая башня в несколько этажей, ну, не в несколько, ну, во много этажей получается. И внутри этой башни должна быть тоже маленькая такая башня, такая сторожевая, прямо в центре. Вот. И в ней внутри наверняка должна была быть винтовая лестница, окна, в общем, то есть возможность для обзора, для такого 360-градусского обзора. Камеры должны были быть расположены по периметру этой башни. И, в принципе, получается, у них было три стены, но одна стена была прозрачной, ну, как не прозрачной, там были… Ну, это была дверь решётческая. И, то есть, все, в принципе, могли друг друга видеть. Ну, то есть мы предполагаем, да, что если это вот наш «Паноптику», то есть человек, который находится здесь, видит, что происходит здесь. А этот человек видит то, что там тот делает, например. Вот. И потом кидалась такая утка со временным языком, что вот в этой вот внутренней сторожевой башне постоянно сидит надзиратель, стражник. И если вы только попытаетесь сделать что-то, что запрещается правилами тюрьмы, вы будете жестоко наказаны. Вот. И, понятное дело, время от времени этот человек должен был мелькать, но ему не обязательно было сидеть в этом, в этой башне. То есть, получается, сохранялся, экономились огромные средства на надзирателе. Вот. Потому что в этом случае играл, начинал играть психологический фактор. Люди начинают думать, ну, наверняка он есть. То есть, я никогда не уверен, есть он или нет. Вполне возможно, что он сейчас есть, и он наблюдает. Поэтому лучше мне за собой следить. А если даже его нету, то другие мои сокамерники видят, что происходит. И поэтому они, и они могут, в принципе, нажаловаться на меня, пытаясь заработать себе какие-то пунктики, да, дополнительные бонусы. Вот. И поэтому все друг друга, в принципе, остановились наблюдать его. Ой, стражник. Вот. Это как раз-таки проект «Паноптикум». И почему мы говорим о том, что в нашем обществе это сейчас есть? Ну, возможно, в нашем обществе это не настолько сильно разнито пока что. Но мы, возможно, идем по этому пути. Но вот большая часть западного мира, она уже живет в этом «Паноптикум». То есть, мы говорили о том, о таких проектах, как «Соседский дозор». То есть, там есть определенный, например, соседство, да, то есть, место компактного проживания населения. Ну, махалили, можно сказать, в каком-то плане такие. Европейские, да, коттеджообразные. Рейбов. Да. И там вот прямо висит такой значок. Здесь у нас есть «Соседский дозор». То есть, все друг за другом потихоньку смотрят. Если видишь, что кто-то себя ведет как-то не так, как-то неадекватно, одевается по-другому, опять-таки, ведет себя не так, занимается чем-то не тем. Собственно. Да. Ну, в каком-то плане, да. Или, например, может быть, какой-то другой национальности, и поэтому, ну, надо, наверное, приглядывать за этим арабом. Особенно в Англии. Или там, надо за этими приглядывать, или еще что-то. То есть, вот, в принципе, по ноктикам. Туда даже и милицию не нужно звать, потому что все друг за другом следят, и, в принципе, порядок соблюдается. Но, с другой стороны, мы не можем говорить в такой ситуации о свободе. Правильно, человек? То есть, никто не соблюдает. Ой, извините, это у меня. Да, выключите. Вот. Понятно стало? Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть, не прошло. Вы позволите? Да. Вы говорили о том, что за девяцию, за нарушение нормы общества, нормы и правы, которые установлены в том или ином обществе, следует выговорение из общества. То есть, эти люди, я так говорю, люди превращаются в маргиналы. Да. Ну, это, конечно... Это позиция ваша, или эта позиция лишения фукалов? Ну, я согласна с лишением фукалов. Поэтому это... Тогда, если взять в контексте нашего общества, за нарушение норм и правил нашего общества, влечёт внутреннее наказание. Угу. Ну, тюремные заключённые — это не часть нашего общества. Тюремные заключённые как раз таки являются... То есть, точно, они нарушили нормы нашего общества, нашей жизни, если они пошли в другую свою... Да. Но это тоже наше общество. Играя, да. Нет, они тоже являются... Ну, нет. Вообще, они являются частью человеческого общества. Но, получается, в контексте нашего обсуждения, они уже не являются частью общества нормальных. То есть, вот, как раз таки, кстати, Кстати, еще одна тема, которую мы обсуждали очень широко на прошлой лекции, это понятие нормы, концепция нормы. Но, в принципе, про норму мы будем говорить на следующей лекции, очень статализировано. Мы только задели понятие нормы и патологии. То есть здесь нормальное общество, которое следует правилам, предписаниям, законам, законопослушные платят налоги, женятся ровно в 22, заводят детей к 25 и так далее. Ну, как бы, в общем, отличная, хорошая, правильная жизнь. Это нормальное общество для большинства, для доминирующего большинства. Те, кто выходят за грани этого, они уже не являются частью этого общества. То есть они становятся... Частью другого? Да. Частью не общества, а не общества. Вы уже сказали, что власть раньше оценила на общение материальное, а сейчас больше именно виртуальное сознание. Но это немножко не так. Власть всегда консенсировала внимание на сознание, можно вспомнить пример. С ересью. То есть помните институт, в такой церкви, когда церковь обладала властью реальностью. С цензурой в царские времена. То есть власть никогда не ставила на второе место сознание. Она всегда ставила на первое место примерно знание и глобизм. А на второе место это не реальность. Поэтому здесь я вас поправил. Я с этим частично согласна. Частично почему? Потому что это действительно так. То есть цензура и религия и так далее. С этим мы всегда имели дело. Но, наверное, я, может быть, акцент неправильно поставил. Я говорю о власти в умах. Больба с ересью инквизицию была за власть в умах. Больба с цензурой. Цензура – это власть в умах. Это не с материальностью. Нет, я и говорю, в этом плане я с вами согласна. Я говорю о том, что, возможно, я бы неправильно расставила акцент. Потому что для меня, как для рупора Фуко сейчас в этой коллекционной комнате, было важно сказать, что понятие, концепция власти или явление власти в наше время намного более тоталитарно. Потому что оно предписывает, оно контролирует наше время. То есть с самого начала, прямо с детства, можно сказать, с детского садика, оно диктует, во сколько нам вставать, куда нам идти, что нам делать. Вы можете сказать, что Фуку может быть неправ. Конечно, он может быть неправ. Но если он неправ, нужно написать научный труд, я думаю, и попытаться опроверить все его аргументы, или хотя бы один. Я пыталась это сделать, поверьте мне, это невозможно. Или, может быть, просто он мне слишком нравится. У меня есть другие критерии, о которых я тоже. Отлично. Во время дискуссии. Да. Здорово. Мы об этом говорим? Да. В общем, в принципе, если других вопросов по прошлой дискуссии нет, я думаю, мы пройдем по следующей. Сегодняшняя наша лекция, она тоже не менее дискутивная. Я уже предполагаю. Поэтому я думаю, что это будет очень интересная дискуссия. Я уже в нетерпении. Понятное дело, что из названия следует, что мы будем обсуждать, в первую очередь, эпоху просвещения. И прежде чем перейти к этому, я хотела бы узнать, что вы думаете, что вы знаете вообще от эпохи просвещения. То есть, краткий такой срез знаний. Это тоже практика в прошлом лекции. В школе изучали, сейчас не очень. Ну что-то, что ассоциируется с просвещением? Вообще с понятием просвещения? Какие-то слова можно просто, ну такой мозговой штуф? Просвещение. Просвет. Просвет. Это я так пошутю. Ну можно, нет-нет. Шутите, не шутите, серьезно-серьезно, все что угодно. Просвещение. Окончание Е, да? М? Окончание Е, консерта. Окей, ага. Для меня она с целью с деятелем, сущим. ДНР, командирок, кусок. С частыми общественными совершенствами в стране. Совершенствами, да? Наибольшая ценность уже является разум, и акценты ставятся именно на разум, на рацию, а является энциклопедисты, составляет энциклопедию. Абсолютно верно, да. С другой стороны, что не согласны, все это во всем. Да, то есть была амбиция охватить знания, да? Все знают, как можно. Сущность знания, не зная, не сила. Это и есть безвещение. Да, да. Здорово. В принципе, вы все знаете, зачем я здесь живу. Ну, очень краткий обзор. В принципе, эпоху просвещения охватывает период примерно с 16 по 18 века. И, как вы уже сказали, основной ценностью эпохи просвещения является как раз-таки разум, наука, познание, понимание мира, природы, самого человека и так далее. И эта эпоха, она началась с научной революции, можно сказать, которая перевернула все представления. А мы не все, может быть, не большинство представлений, а о мире, которые существовали до этой эпохи. То есть то, что очень многие вещи до этой эпохи воспринималось как что-то непознаваемое и таким образом связанное с сверхъестественным. То есть связанное с религией, возможно. То есть вот это магия, это волшебство. Я этого не понимаю. Эпоха просвещения принесла, точнее, научная революция эпохи просвещения, она принесла с собой как раз-таки понимание многих этих вещей. То есть, например, электричество. Люди начали понимать, что, например, чума — это не просто кара Божья, а, например, ее можно предотвратить каким-то образом. Многие болезни были таким образом. Не то, что извлечены, но, по крайней мере, люди начали понимать причины. И это дало толчок к пониманию того, что, возможно, весь этот мир, он не настолько страшен для существования. То есть он страшен, но в то же самое время он и не настолько страшен. То есть мы можем побороть этот страх. Как мы можем побороть этот страх? Как раз-таки пониманием, обучением, изучением проблемы и нахождением решений этих проблем. То есть это вот такой основной, можно сказать, посыл всей эпохи просвещения. То есть если мы чего-то не знаем, мы можем это узнать. Если у нас что-то плохое, мы можем это изменить. Если нам что-то не нравится, то мы это можем как-то сделать так, чтобы оно не нравилось. Так, изграничная вера в науку. И получается, как раз-таки, я тут цитирую Хоркхаймера и Адорма, в их, в принципе, я за основу, наверное, немного брала их диалектику просвещения, просвещение же, да? Диалектику просвещения. Да, диалектику просвещения, в которой они говорят, что вот в эту эпоху появилось как раз-таки понимание или представление о том, что человеческая жизнь в целом, человеческое существование, может быть улучшена за счёт устранения препятствий, которые нам чинит вот эта вот непонимаемая нами жизнь, это непонимаемое нами окружение. То есть мы должны распространять наше знание, не распространять, а мы должны распространять наше влияние, наше существование в этой действительности, охватывая всё больше и больше территории и понимая всё больше и больше, и таким образом улучшая всё больше и больше. То есть такой, как я и говорю, когда я читала это всё, у меня появилась ассоциация, что это такая гармонизирующая машина рациональности. То есть с помощью разума, рацио, мы улучшаем нашу жизнь, мы гармонизируем. Гармония является как бы наивысшим благом в просвещении, в эпохе просвещения, который, в принципе, может быть длиться и сейчас. То есть это было тоже важно согласиться вот этим. То есть мы пытаемся гармонизировать окружающихся для того, чтобы улучшить нашу жизнь, наше существование. И научный позитивизм, который, в принципе, родился вот как раз таки в это время. То есть что мы имеем в виду под научным позитивизмом? Мы имеем в виду, что наука может понять всё. Наука позитивна, и наука поможет нам изменить нашу жизнь лучше. Вот это одно из пониманий научного позитива. И вот этот позитивизм, он распространялся во все сферы человеческой жизни, можно сказать. Их можно категоризировать в три сферы, наверное. Первая — это наука, то есть научный позитивизм, научных посвящениях. Вторая — это политика, то есть человечество, всё, что связано с человеком, с управлением, с обществом, социумом и взаимоотношениями между людьми. Ну и третья — это в эстетике. В третьем мы идти не будем, потому что я не художник и не искусствовед, поэтому эту сферу вообще касаться не буду. А буду касаться немного первой две сферы. И в этом плане я хотела покасаться этих сфер с вашей помощью и поговорить о том, что есть правильно и что есть хорошо. То есть это вот как раз-таки те эпитеты, да, или понятия, которые возникли с помощью научного позитивизма или просвещения в области науки. То есть в науке это должно быть правильно, в политике это должно быть хорошо или лучше, улучшение. Таким образом, правильность науки, правильность познания, она предполагает также исправление. То есть если у нас есть что-то правильное, то обязательно, естественно, есть его противоположность, неправильная. Если у нас есть неправильное, значит… А есть ещё и правильное. То есть мы знаем, у нас в голове уже есть шаблон того, как должно быть, как должно быть правильно, то это предполагает уже определённые действия по отношению к неправильному. То есть это исправление, коррекция. То же самое можно сказать про политическое или человеческое. То есть есть у нас хорошее. Если есть хорошее, то, соответственно, есть плохое, ужасное, презренное и так далее. И опять-таки появляется метод или отношение к этому плохому. И это улучшение. То есть мы можем как-то улучшать, 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 улучшать. И вот вопрос в аудиторию. Как Вы относитесь вообще к этим понятным? То есть исправление, улучшение? Есть ли оно сейчас у нас до сих пор? То есть мы говорим об эпохе просвещения. И, казалось бы, исторически, заметьте, не историографически, исторически есть понимание того, что эта эпоха просвещения прошла, мы живём вообще в другую эпоху сейчас. Даже не знаю, как наше время сейчас называется. Один такой модерн, постмодерн, может быть, постмодерн. Вот это что-то не знаю. Но это тоже абсолютно не пришло. Вот как Вы думаете, у нас есть сейчас это же? Корректирование, корректировка, улучшение, исправление. И в каких сферах жизни Вы могли бы это заметить? Есть. Есть. Политка. Прочитаю. Прочитаю. Запрещили, нечего 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 нечего. Какие фонды мексики запретили? Угу. Даже наши пара, если хотели, нечего нечего нечего, а вы тоже коллективы, что это не справедливо, да? Угу. Ладно, наверное, люди ждут дискуссии. Не буду мучить. Поговорю дальше. И вот здесь очень интересное такое... Есть выражение, наверное. Вот на русском оно звучит, к сожалению, не так, как оно звучит. На английском, поэтому я обе версии предложу. На английском языке звучит так. Reason is natural, nature is reason. То есть тут игра слов, да? На русском языке это можно перевести как reason, это разум, а natural, ну, естественно, природный. То есть разум природен, а природа разумна. А reason это не причина? Ну, в том числе, да. Ну, есть и кто? Поэтому это вот основная вера эпохи просвещения, что они взаимосвязаны, то есть мы можем понимать это всё и так далее. И то есть в соответствии с этим мы можем говорить о том, что раз природа разумна, то что делать с тем, что не вкладывать или не вписывать в эту картину вера? То, что всё ещё с этим необъяснимо. То есть есть наука, да, но наука постоянно прогрессирует, но, тем не менее, наука не все объемляет, не все объеблющая. Мы не можем сказать, что мы знаем всё. Поэтому всегда будут оставаться какие-то сферы жизни, природы, познания, мироустройства и так далее, которые мы не знаем. И это незнание порождает опять-таки страх человека, страх перед неопределённостью, страх перед хаосом. То есть человек привык с эпохи просвещения, как раз-таки с этого момента, что мы можем познать то, что было непознаваемо до этого, и мы можем, соответственно, изменить нашу жизнь. То есть это рефрейм будет сейчас всего этого. Но есть всё ещё, как мы уже говорили, логично предположить, что есть необъяснимое, до чего мы ещё не добрались. Или до чего у нас сейчас ещё нет инструментов, которые могло бы помочь нам. То же самое в астрономии, например. Есть мощные телескопы, которые проникают сквозь тысячи световых лет, но они не проникают до другого конца Вселенной. В конце концов, мы не знаем, Вселенная имеет конец или не имеет, что с ней происходит. То есть есть какие-то догадки, теории, но точных знаний у нас нет. Поэтому мы до сих пор в этом плане остаёмся такими же невежественными, какими были люди 18-х. Но что делать с этим необъяснимым? Не понимаем. И вот здесь, наверное, основной дискуссионный момент нашей встречи сегодня. Я об этом буду говорить много, потому что это, в принципе, было как раз-таки тоже частью моей магистрской диссертации. То, что я там говорила про фигуру или про образ другого или иного вообще в целом в обществе. То есть здесь полезно вспомнить о том, что... Ну, не вспомнить, наверное, мне лучше. Мне вспомнить и вам же рассказать о мнении Баумана, Зигмунда Баумана. Я говорила, что это польский... Английский философ польского происхождения, который сейчас работает и преподает в университете лицам в Англии. Согласно его интерпретации, вот эта гармонизирующая машина рациональности, она будет гармонизировать, гармонизировать и, получается, покрывать всё большую территорию с каждым моментом, с каждым проходящим моментом. До тех пор, пока оно не встретит то, что не классифицируется или не поддаётся познанию. А также в этом плане не поддаётся корректировке или улучшению. То есть это как раз-таки те фигуры, которые мы можем называть как другие или иные. И в этом месте, как раз-таки в этом плане, Бауман вместе с Адорной и Хорхайгеном говорят о том, что рацию разную, которая видит то, что невозможно исправить или улучшить. Третьим вариантом решения проблемы является уничтожение. То есть зачем чему-то несовершенному существовать? Оно только ухудшает нашу жизнь. Если мы не можем это исправить, если мы не можем это улучшить, значит втомку. И вот это как раз-таки является, наверное, одной из предпосылок, точнее не предпосылок, а основной причиной такого ужасающего явления, как Холокост. Мы об этом говорили на прошлой паре тоже. Мы говорили о том, что Холокост как раз-таки является не чем-то таким, что произошло, не патологией, а является как раз-таки кульминацией вот этой эпохи просвещения, верой, научного позитивизма, кульминацией модерна с его тягой к прогрессу, к улучшению, исправлению, корректировке и так далее. То есть Холокост является закономерным продуктом модерна. И тут мы понимаем, почему. То есть в Холокосте, там, конечно, были, мы должны всегда понимать, что Холокост не в целом, наверное, то, что происходило в Холокосте, но, конечно, большую часть задевала евреев, еврейский народ, но также оно включало в себя другие элементы, в кавычке так называемые, элементы, не подбивающиеся корректировке, исправлению, улучшению и так далее. И мне интересно, знаете ли вы, что это за другие элементы? Это вот имеет отношение к нашей дискуссии. Вообще, в целом. Какие элементы включал себя Холокост? Именно, конечно же, не здесь. Нет, 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 не элементы, элементы антинемецкие, антигерманские, антиарийские элементы, против которых был направлен Холокост. То есть был еврейский народ, и еще. Еще раз вопрос. Кто, кроме евреев, был жертвами Холокост, кто определялся продажерствами, как политики, все, кто отрицал вопросы. Все, кто отрицал вопросы. Я бы хотел бы сказать, цыганик, мы сексуалисты, да? Вот это следует. Да, понятно. Отлично, цыганик, да? Да, цыганик. И лористы, и так далее, и так далее, и так далее. И лористы, да. То есть, в принципе, можно описать жертв, остальных жертв Холокоста, как нежелательный элемент для прекрасного лорийского сообщества. То есть, это общество видело себя совершенно, был определенный идеал, который учитывается, да. Если люди не подпадают под этот идеал, и если это невозможно было исправить, естественно, то есть, если ты еврей, конечно, это невозможно исправить. Если ты человек с ограниченными возможностями здоровья, то тебя тоже, в принципе, невозможно исправить в то время. Да и сейчас у многих проблемы с исправлением и улучшением и корректировкой. Если ты гей или лесбиянка, то это тоже, скорее всего, невозможно исправить. Ну, хотя бы были попытки, и до сих пор у нас это есть. Это вот отдельная тема для разговора. То есть, это то, что невозможно поставить или наставить на путь истинный. Значит, что с этим нужно делать? Это нужно уничтожать. Можно все-таки вас поправить. Холокост — это специфическое название. Оно конкретно относится геноциду еврейского народа. Оно не относится ни к геноциду, славянских народов, А как мы так назовем то, что происходило с другими группами людей? Это политика фашистской Германии. Это просто политика фашистской Германии, а все это холокост? Да. Я с вами согласна в этом плане. Мне кажется, это очень политический. Холокост — это термин, который вы можете открыть любой циклопедикой. Я знаю, я знаю. Я абсолютно уверена, в этом уверена, что так и написано. Но для меня, для активистки, это политически важный термин. Я считаю, что он должен распространяться не только на евреев, но также на геев и лезвияных, которых насиловали, убивали. На инвалидов, на всех. На счет геев и лезвияных, мы знаем, что руководство СНСДП было очень много и лезвияных сексуалистов. Ну вот как раз таки парадоксально. Почему? Почему так это происходило? Ну, нам этого уже не узнать. Можно только предполагать, почему так и не узнать. Но тем не менее, факт остается фактом, что были розовые треугольники, были желтые звезды, шестиконечные и так далее. Поэтому я думаю, что это факт истории. И я думаю, что к ним относится холокост точно так же, как относится к евреям. Позвольте мне, пожалуйста, с вами здесь не согласиться и не принять ваши комментарии. Это ваше субъективное мнение. Это не только мое субъективное мнение. Это субъективное, но мнение очень большого количества активистов во всем мире. Не только с Курсом. Ну, то есть вот сегодня под холокостом вы будете подразумевать в том числе и так далее, и так далее. Да, наверное. Ну, ну, как бы, в принципе, мне с одной стороны в лекционном плане мне намного удобнее говорить просто о холокосте как одном термине, чем говорить та-та-та, та-та-та, так-та-та-та. Ну, это немножко про теморичество. И мне тоже это из одного руха. Согласен скорее. Ну, да. Вот практика общепринятая практика, норма, дискурс. Мы сегодня пытаемся опровергнуть дискурс. И можно, конечно, вот татарам, ангольским игам принимать христианские походы, если брать и шерстин, и шерстин. Ну, просто так сложилось, что-то эти принимают и нахуй. Ну, не знаю, мне кажется, вот татарам, ангольской иго и христианские походы, это, вот их нельзя так было вместе сложить. А вот холокост распространить так же на геев и лесбиянок и инвалидов, цыган и так далее, мне кажется, это можно. Потому что это происходило с ними точно так же. То есть не было каких-то отдельных концлагерей для геев, отдельных для евреев, отдельных для цыган и так далее. И не было отдельных каких-то методов уничтожения. Все уничтожались одинаковым способом. Все уничтожали в тех же газовых камерах. Тогда почему мы можем говорить, что холокост это сугубо еврейский вопрос? Нет. В чем? Возможно, да. Ну, то есть, как? Я сейчас не противоречу энциклопедиям. Это было написано так, и это так пишется. Но я в числе, наверное, нового, не то что нового поколения, не знаю, какого-то другого антидискурсивного поколения, активистов и академиков, мы считаем, что этот термин должен распространяться на другие жертвы. В отношении геноцидов есть термин, определенный тоже в практике политический, политико-насторический. То есть, это конкретно... Честно говоря, не имею представление, какой термин есть определяющий геноцид лесбиянок и геев. Вот я почему говорю про лесбиянок и геев, потому что у нас вообще вся серия про сексуальность и гендер. Она так и называется политика фашистской Германии в отношении генозных решений, в отношении инвалидов, в отношении славянских. Я с вами абсолютно не согласна. Политика фашистской Германии в отношении генозных решений в отношении фашистской Германии, что эта политика и сегодня актуальна, что инаковость, то есть, когда антинорма, она не воспринимается. То есть, холокост, как термин, как понятие существующее сегодня вписано в определенный дискурс. Это геноцид икраинского народа, но геноцид целенаправленный, окончательное решение еврейского вопроса, которое выходит за рамки просто проблемы одного народа. То есть, холокост это не трагедия еврейского народа, холокост это трагедия мира. То есть, когда определенная группа людей, определенная политическая сила уничтожает другую группу по этому принципу. И так как холокост это, скажем так, заряженное, политически важное понятие, которое ассоциируется как трагедия всех людей, а не только еврейского народа. Но еврейского народа в первую очередь. Именно поэтому очень правильно с точки зрения того дискурса, который производим мы, считать жертвами холокоста всех тех, кого в фашистской Германии считали чуждыми элементами. Всех тех, кто должен был по мнению лидеров, не важно кем они были, сами они были евреями, хромосексуалами привести к определенной норме. А привести к этой норме это просто уничтожить. Так что здесь противоречие с энциклопедическим определением и с той попыткой присвоить этот дискурс, как бы самим стать производителем знаний, я не вижу. У нас здесь все-таки наверное почему говорим о дискурсе, что мы не пытаемся просто слепо следовать тому дискурсу, который нам навязан. Задан. Задан энциклопедии или еще каким-то определением должны как бы прийти найти собственные средства для понимания определенных явлений. Если мы считаем, что уничтожение 6 миллионов евреев это величайшая трагедия для всего человечества, то почему уничтоженных одновременно с ними геев, лесбиянок и цыган мы не считаем трагедией для всего человечества. Я например вижу только эту логику здесь. Бауман вот здесь будет полностью Бауман, с которым я опять-таки тоже согласна. Если бы не была с ним согласна, я бы не цитировала и не пыталась передать вам свою любовь. к нему или по крайней уважению. Ну вот как я уже и говорила, он говорит, что современная цивилизация не являлась просто достаточным условием для появления Холокоста. Современная цивилизация на самом деле являлась её необходимым условием. То есть без этой современной цивилизации возможно Холокоста и не было. И что он имеет в виду современный цивилизация, модерн, модерновая цивилизация? То есть современная цивилизация построена опять почему здесь мы говорим о просвещении? Она построена на принципах, которые были впервые прописаны или вдохновлены обожественны во время эпохи просвещения. То есть разум, рационализация, прогресс, понимание того, что всё можно починить логике человеческой. Человек может контролировать всё, даже природу. Потому что природа разумна, как мы уже говорили. и получается как раз вот Холокост он стал кульминацией всей этой верой просвещения в рацию, в разум и в рационализацию, в рационализирование. Каким образом? То есть Холокост это был не просто, да, это не было просто истребление перечисленных нами групп людей. это не было так, что солдаты или там обычные люди немецкие какие-то выходили с автоматами или расстрелили всех, кому не попадет. Возможно, такое вначале было, судя по фильмам, которые есть, но и то там было некое подобие порядка. Люди устраивали шеренгу, кто-то теленаправленно убивал каждого за другим. Были определённые даже методы, как это всё делалось. Но что делалось на самом деле, то, что всё дистанцировалось и рационализировалось, рутинизировалось. То есть были созданы фабрики уничтожения, фабрики смерти, то есть лагеря смерти, в которых всё очень чётко было прописано. Во сколько включать рубильник, как их нужно, почему нужно сначала их дезинфицировать, каким образом, куда, в какое место направлять. То есть это всё было прописано, это всё как раз это очень научно. То есть я даже представляю себе, что наверняка были какие-то мануалы по уничтожению людей. Сначала идёшь, включаешь рубильник, включил, закрываешь дверь, включаешь что-то, закрываешь уши, чтобы не слышать криков, после пяти минут выключаешь рубильник, завёшь уборщицу, они собирают. То есть всё было расписано по шагам. А что это есть? Что это как не научный позитивизм? Понятие того, что мы можем расписать всё по шагу, и каждый человек может воспроизвести это. То есть научный метод, мы говорим о научном методе. В Академии исследования, хорошее исследование, это то, если на которое репликабельно, или, как бы это сказать, которое возможно воспроизвести. А для того, чтобы это можно было воспроизвести, вам нужно отписать хорошо методологическую часть. То есть вы говорите, для того, чтобы провести это исследование, я собрал стольких-то респондентов, задал им такие-то, такие-то вопросы, и прям вопрос вы перечисляете. В каких условиях вы это всё делали? для того, чтобы другой исследователь, которому тоже интересен этот вопрос, мог в принципе воспроизвести этот эксперимент. Тот же самый метод, научный метод, был использован в Холокосте, в геноциде, в массовом уничтожении многих-многих-многих групп людей. То есть метод, это там, метода, каждый человек мог это сделать. То есть не нужно было быть магистром смерти или доктором философии смерти. Нужно было быть просто обычным Гансом, ханной и так далее, и пойти просто следовать этим несловить. Но так же Бауман, конечно, говорит о том, что вот этот парадокс, да, или парадокс, извините, мне иногда будут такие моменты, неправильно произношу слова, простите, неудобно. То есть он говорит о том, что в принципе с другой стороны мы имеем дело также с человеческим существом, да, и у человека в принципе изначально от природы заложен, как он называет, жалость к животному, жалость к всему живому, что и не позволяет нам убивать просто так, как животных, так и людей, вообще все живое. И он рассказывает о том, каким образом эта жалость к живому была преодолена с помощью научного метода, с помощью вообще всего рационализации. Я вот тоже вот сейчас, то есть это три условия, которые уничтожают моральные запреты, моральные какие-то условия, которые не дают нам причинять боль другому человеку. Первое условие это власть или авторитет, авторитет. То есть в этом плане что он имеет в виду? То есть кто-то другой, вышестоящий, говорит «ты можешь это сделать». Не то, что ты можешь это сделать, ты должен это сделать во имя великой идеи какой-то определенной. То есть здесь есть власть. Человек снимает с себя ответственность. Вторым условием в данном случае является рутинизация. То есть это вот научный метод. Он тебе говорит человеку исполнить не говоря, что ты должен пойти и расстрелять всех, как ты хочешь. Нет, ему дают точную инструкцию, как это все делать. Ему не нужно думать самому. Нужно просто следовать этим инструкциям. И третьим условием для снятия этих моральных запретов является дегуманизация. Дегуманизация другого, дегуманизация объекта. Дегуманизация вот это как раз таки самое наверное интересное для нашей дискуссии сегодня. То есть все остальное это тоже очень важно, но в контексте обсуждения сексуальности первого в очереди ген и гендера это очень важно. То есть как мы дегуманизируем? Если взять пример опять Холокоса, то есть определенные группы людей сравниваясь с крысами с мышами червями чем-то такими. То есть обесчеловечиваясь. И то же самое мы в принципе видим и в наше время в нашем обществе. То есть мы можем даже назвать эти группы людей, которые лишаются своих человеческих качеств и становятся другими в этом даже. Вот здесь вот сейчас начинается дискуссия не финальная дискуссия а вообще то есть я и говорю что у меня нет такого что будет лекция а потом дискуссия давайте будем депутировать во время лекции. Поэтому я бы хотела узнать у вас ваше мнение о дегуманизации то есть какие вы видите признаки дегуманизации в нашем обществе даже не будем идти далеко мы будем идти в Америку фашистскую Германию и так далее вот здесь в Крымстане есть группы которые декуманизируются которые считаются неполноценными людьми я говорю не только о гейхо-язвянках хотя это в первую очередь в голову лезет есть и другие группы последняя для тех кто прибежен к этому стой или считают что убежен или внутренний поскольку они есть потенциальные или его прямая вводят и с помощью вважного они бесчеловечиваются по себе прибежен считают человек да да примерно или вот в принципе в этом случае наркоманы тоже да пользователи наркотиков то есть это уже это уже не человек это уже не до человека да есть такое понимание но наоборот это сейчас много это становится последнее или наверное это можно даже этот же процесс дегуманизации можно применить в анализе июньских событий уже в 2010 году одна дама из администрации Ашат говорила что стадное чувство от узбекского народа раньше гораздо больше чем альтернат на России отлично отличный пример де-гуманизации да и таких в принципе заявлений у нас в отношении многих друг человека не спи с женой другого человека не воруй другого человека а если ты не человек почему бы и нет почему бы мне его не убить в принципе конечно никто не говорит что мы идем и думаем а вот это обезьяна я могу его убить но просто мы говорим о том что уровень нетолерантности к собственной жестокости в этом случае понижается то есть в случае чего я в принципе могу убить и мне не будет плохо мне не будет стыдно мне не будет плохо потому что это не человек все и бог меня не оставит такой просто факт геноцида в Руанде между Худ и Туцци собственно до начала как бы резни была очень активная радио пропаганда в которой Туцци назывались тараканы в принципе не было употребления слова Туцци было закрепление это тараканы это тараканы это тараканы что собственно значительно занижало моральные породы людей которые убили да абсолютно вот ну про авторитет про власть про рутинизацию мы уже поговорили и вот про рутинизацию тоже и да рутинизация да но в любом случае человек же он по умолчанию понимает что он говорит и организован ну вообще тогда вы правы правильно надо на этом тоже остановиться то есть Бауман вот спасибо вам огромное то есть обычно как да вот тема холокоста вообще геноцида люди стараются избегать то есть это что-то постыдное что-то ужасное это трагедия вот она осталась позади и хорошо пусть останется позади давайте чтобы она просто не повторилась а Бауман он взял вот это явление и рассмотрел под огромной лупой в принципе и потом вывел свои наблюдения в книгу о модерне и колокольстве и вот там он говорит как раз таки вот этих вот этих трех условиях в которых при при присутствии или существовании которых человек в принципе может позволить себе убить и вот рутинизация это очень важный момент в этом плане почему то есть там же если вспомнить процесс массового уничтожения это был конвейер и за каждый конвейер был ответственен определенный человек то есть не был один ганс который был ответен за то что он привез всех нет сначала он собрал всех унизил и так далее посадил на поезд привез и то есть нету одного человека который проходил с ними весь путь были очень было очень большое количество людей каждый который был просто на своем пятачке и через него просто проходили это было разделение труда в принципе отчуждение то есть это было специально сделать чтобы как раз таки у людей не возникало вот этих моральных проблем кризиса что я такое делаю я в принципе ничего не я просто включаю трубину даже был вот я вот не ручаюсь вот сейчас за точность данных имени уж точно я не помню но вот у меня был такой известный кейс ну то есть суд рассмотрения дела после войны после второй мировой и даже об этом сняли фильм про одну из надзирателей таких вот газовых камер ее судили за то что она встречала рубильники ее основным можно сказать основным аргументом было то что я не знала что там происходит меня не было внутри я их не видела я просто заходила в определенный момент в эту комнату включала этот рубильник выходила возвращалась через полчаса и выключала все я за это получала деньги утром я вставала как обычно пила свой чай или пиво не знаю что угодно потом ходила на работу это была работа это не было что-то великое или там религиозное с какой-то определенной патриотической целью это была просто работа за которую человек получал деньги но тем не менее она убивала сотни людей каждый день этих газопряток то есть вот тут мы и говорим как раз о том каким образом научный метод рутинизация распределение труда помогло свершиться холокосту и отсутствие субъекта этого убийства собственно это просто процесс в котором все участвуют вот кстати вы забежали немножко вперед вам также описывают три процесса взаимосвязанных которые делают убийство уничтожение легче для воспроизводства для существования первый процесс это медиация медиация процесса убивания опосредованность второе это медиация это же посредничество опосредованность это не так что вот я солдаты расстреливаю кого-то между мной и моей жертвой есть несколько пунктов и в принципе я в каком-то плане можно сказать что я непрямым образом связан с убийством я только опосредованно связан и вторым таким процессом является процесс инвизибилизации то есть делание человека невидимым вот опять-таки как раз-таки о чем говорил Георгий то есть они находятся за закрытыми дверями то есть это какая-то определенная закрытая комната в которой нет окон есть только одна дверь которая запирается и в принципе нестражный как это палач палач не видит свою жертву потому что до этого другой другой человек привел он привел и ушел это тоже его часть работы потом вошел палач и включил рыбу ушел потом этот палач ушел пришел уборщик который в принципе не видел какие-то люди умирали правильно он просто видел кучу мусора пепла ему надо просто это собрать все и вычистить комнату ну и третьим таким ну вот это кстати связано с третьим условием это опять-таки сделать так чтобы процесс третий процесс который упрощает процесс массового уничтожения это опять-таки уничтожение человечности название тараканы не турция тараканы да и так далее давайте возьмем например мальчика гея или девочку лесбиянку можно взять давайте раз мы живем в таком гендерированном мире и все у нас основывается на мужчинах будем говорить о мальчика гея которому скажем 13 лет и вот каким случайным образом а можно не очень случайным образом его на классике узнаешь что этот человек гель и что начинается начать вопрос начал подколом слышал ты оказывается мальчиками увлекаешься человек просто может быть он ответит в начале но видя то что весь класс рассмеялся человек конечно закрывается в себе ракушка я не буду обращать внимание я не буду игнорировать я буду их игнорировать я не буду опускаться до их уровня то есть я пытаюсь как бы логику обеих сторон рассмотреть сейчас та группа которая начала со слова а я слушал ты интересуешься машинку или парами мальчика на следующий день видя популярность своих заявлений продолжают вербальную атаку и с каждым днем эти вербальные атаки становятся все более и более жестокими если вначале мы говорили просто ну я слышал ты увлекаешься мужчинами оно в принципе можно сказать нейтральное в каком-то плане ну слышал ты ну и да ну и что но через неделю эти высказывания уже будут а смотрите пидрило или там пидорас то есть это происходит уже через неделю после того как они видят что никто на них не обращает внимания что это остается безнаказанным и в принципе не то что безнаказанным а большинство поддерживает это все смеются и даже взрослые так снисходительно улыбаются они понимают что ага значит нормально значит мы действительно правильно выбрали наш объект травли значит он действительно ненормальный и значит ему не место в нашем обществе в нашем обществе нормальных людей которые увлекаются противоположным полом и через месяц мы уже видим что они его закинут камнями по дороге домой улюлюканье какой-то свист они начинают раскрашивать его забор пишут там всякие плохие слова Вася гей Джон Смит гей ой гей это даже самое ужасное Джон Смит пидор и я даже не буду говорить другие слова хотя по идее вообще-то нужно говорить эти слова почему я их нет, давайте я скажу так Джон Смит трахает своего соседа Стивена Якобса хотя это наверняка не факт скорее всего это факт а даже если и факт то кому какое дело это все остается написанным на заборе через два месяца естественно Джон Смит не обращает на это внимания ну конечно он закомокается все больше и больше в себе он пишет все более и более суицидальные записи в своем блоге его друзья его поддержат но все не верят что он что-нибудь сделает скорее всего держись чувак все нормально эти гомофобы транспорты если у него есть такие друзья а если нет то в интернете его тоже чемодан скорее всего то есть это через месяц через два месяца что же происходит его ловят в кустах после школы и сбивают и эта ненависть она уже становится настолько интернализированной в этих парнях гомофоб которые в принципе вначале не были гомофобами они просто поприкалывались но так как их никто не остановил они уже начинают верить в эту ненависть верить в инакрость верить в то что этот человек ненормальным и он не имеет права существовать в нашем обществе в нашем правильном обществе и они начинают воспринимать свою миссию это как миссию наша миссия избавить мир от таких бедрил избивают и это просто не просто избивание избивание когда на улице парни подрались друг с другом мальчики подрались друг с другом они избивают именно с ненустью чтобы ты сдох вот с таким ощущением это через два месяца через полгода что происходит этот мальчик кончает жизнь самов 1965 это реальный случай это даже не алгоритм то есть на основе этого разработали алгоритм но этот случай был в Америке естественно но я более чем уверена что этот случай может произвести точно так же и в наше время в нашем обществе это не то что может происходить это происходит может быть и не каждый день может быть и не в каких-то определенных школах но это происходит то есть Это вот как бы прогрессия от обычного слова, которое, в принципе, было сказано без какой-либо ненависти направленной или ещё что-то. Может быть, эти дети услышали своих родителей или там в интернете где-то, да, что гей — это плохо. И они, а, ты гей, ну, наверное, это плохо. Вот так просто, да? Потом они видят, но это эскалация происходит. И в конце концов мы видим созданную, вновь созданную группу гомофобов и умершего мальчика. Ну, если суицид, допустим, рассматривали, ну, и, допустим, бывает, что другие мужчины суициды скажут, да, допустим, они не знают, ну, скажут. Ну, да. То есть почему они не должны, допустим, они должны быть на... Не, ну, суицид — это только один конец. Но в данном случае, я думаю, что очень даже ясно, почему человек покончит свою жизнь. То есть, насколько я знаю, у этого человека всё было в порядке в своей личной жизни, и так далее. И потом претендерная записка тоже говоришь. Ну, и, естественно, родители тоже, как хорошие родители, которые принимали этого человека. То есть у человека проблем не было с семьёй. Проблемы были именно с целенаправленной ненавистью, травлей, которая никем не останавливается и никем, ну, не пресекалась. Можно послушать в зале, а потом у вас послушаем. Вот у нас просто заранее... Реально есть фильм, называется «Молитва о Боге», это основная реальность субъекция, потому что он ещё в Америке, и он был назад. И там, в случае, школьный парчик, в ней, который относится к своей родителям, родители, классическая семья, невелозная праздник, которые просто странили. Он в таких меренях и берла воду за сезон. Если у меня здесь, это у меня есть. Да, если, как бы, есть интересно слушать такие истории, они, эти истории есть. Есть очень много ЛГБТ-организаций в Кыргызстане. Сурпраз, сюрпраз, да? Вы можете прийти, зайти на их интернет-сайт и узнать, как это всё происходит, какие истории есть. В отношении дегуманизации и для гомосексуалистов, мне кажется, никакого общества не вносит столько вреда в отношении этих групп людей, как сама природа. Потому что в самой природе заложено убрать, что присутствуют признаки гомосексуальности, партенкарпии, проявления гермофортизма. Но, как правило, это присуще низшим видам развития. И чем выше в иерархии развитие сознания, жизнь развивается, тем всё более и более она от этих применений подходит. Поэтому, чем выше вида, человек является высшим видом биоциноза Земли. Эти вещи абсолютно отсутствуют. И когда любой молодой человек это понимает, понимает, что у него это присутствие, и видя, что в природе этого нет, именно в высших временах, это больше всего травмирует. И когда ему никто не может объяснить, что же с ним происходит, а начинается травма, как говорят, вот это уже вторично. А что ему нужно объяснить? Что к низшему разряду человеку? Общество вторично. Вот в этом плане дегрализации этих слов конечно самому не будет. Нет, а можно вопрос, а что ему нужно объяснить? То, что нельзя было ведь поминовать. Нет, а что ему нужно объяснить? Что он ниже, что он равен червикуглеву хранитрую? Нет, он не хочет объяснить, что с ним происходит. Потому что... А что с ним происходит? Вот тогда объясните, кстати, вашим... Объясните, когда надо прочитать слово в Ленце о том, какие причины... Нет, чтобы ему объяснить. Вот вы сказали... А просто объясните твоему мужчину или дочери, что является мужчиной таким влечением. Потому что... Что он ниже проявлений человечества? Вы же спросили, я отвечаю. Нет, я хочу, чтобы вы ответили, что вы скажете в одной фразе. Я? В одной фразе такие вещи ответить невозможно. Нет, вы только что сказали одной фразой, что проявления гомосексуальности свойственны нижшим биологическим видам. Вот это одна фраза. Вот так же одной фразе скажите, объясните это своему ребенку. Дите примеру мне, где это... Нет, во-первых, это не так, во-первых, это не так, потому что проявление гомосексуальности... Потому что гомосексуальности есть во всех видах... Да, у нас там книжка есть о гомосексуальности эволюции. Во-первых. Во-вторых, гомосексуальности есть во всех видах и отрядах животного мира, да, в том числе у высших приматов, да, но вопрос на самом деле вообще не... Мы как бы про просвещение говорили о природе, апелляции к природе, к ее гармонизирующей машине. Собственно, вы воспроизводите все абсолютно противоположное тому, той, как бы, о дискурсивной платформе, которую вот наша коллега Сенат пыталась, собственно, здесь провести видеопрошевой публичин своим собственным компьютером. И как бы прослушали, что о чем... Нет, ну, просто вы прослушали, о чем речь шла здесь, собственно, о том, что при... Как reason is natural или... Nature is reasonable, да, то есть природа есть разум, разум есть природа. Но вот вы все-таки ответьте мне на вопрос так же в одной фразе вы своему ребенку объясните, что... То есть вы ему объясните, объясните ему хомосексуальность. Вот ваш ребенок пришел и сказал, мне нравится мальчик в клетке. Объясните ему так же в одной фразе, как вы сейчас объяснили про низшие виды животных. Ну, вот вы же сейчас попытались... Ну, хорошо. Вот вы мне можно ответить? Вы мне просто что вы знаете, что вы без своих нормальных. Они сами будут выбирать, что им нужно. Я же не сторонник того, что... Они уже можно быть прикрыли. ...дебуманизировать насильственные путевки. Можно им, пожалуйста, ответить? Я думаю, что природа сама это делает лучше, чем... Ну, да, природа. Сознание людей, сознание людей, когда происходит этот слом... Ведь посмотрите, ведь если говорить об обратных связях... Кстати, мы в этой терминологии разное понимание имеем обратных связей. Ведь обратные связи на наши дела и поступки, они же приходят в 10... Ну, это эзотерическая формула, да, в 10-кратном размере возвращаются, либо плохое в 10-крат, возвращается, либо хорошее в 10-крат. Если взять примеры, яркий пример, ну, того же, допустим, от вами любимого философа Пуко, да. От чего он? От Спида. От Спида. Ну, что? А я горжусь тем, что мой любимый философ выбирает Спида. Знаете почему? Если взять, то, что именем он называет фонд, да? Это фонд, который дал... Ну, да, спонсирует. Как его? Реклама? Ой, нет, это немножко другая, более интересная история. Нет, нет, нет. Эбихоф. Эбихоф, он не спонсирует это? Эбихоф, он, нет. Эбихоф, он, Эбихоф, он. Но он не спонсирует этот фонд. Имени его. Это группа из Алматы. Удождите. Имени его. У нас группа из Алматы. Да, он тоже умер. Нет, это фонд. Вы же знаете, как это называют смерть. Эбихоф, он. Я вообще технический фонд. Он покончил вот саму бить. Ну, и что? Ну, знаете, сколько? Я понимаю, что даже у таких людей, которые вроде бы и занимались поиском и все, но у них приходит слом, надрыв, либо болезнь, забрать их связь. Пожалуйста, не обижайтесь рукой этим. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Я просто скажу. Вы купили на сколько у вас? Нет, нет, нет. Я просто скажу. У него не было никакого слома, кризиса и кризиса и так далее. Это было шириноправленное. Поэтому я хочу сказать, что если правильно выбрать причину, разобраться, человеку дать возможность самому выбирать, а не навязывать его либо с одной стороны, либо с другой стороны, насильственным путем, одну какую-то информацию, то человек сам вправе будет. Вы хотели сконцентрированно, можно ли теперь? Да, мы концентрированно. Я уже не знаю, о чем вы говорили, я бы постараюсь вспомнить про логический порядок. Есть некие причины, которые нужно раскрыть. До того, как вы продолжили, я хотела вам признаться в моей личной симпатии к вам сейчас, именно в этот момент. Не к вам как человеку, а к тому, что вы говорите. В каком плане? В том плане, что это так мило. Вы просто на самом деле, вы искренне верите в антропоцентризм свой и научный позитивизм и так далее. То есть человек вершина, мироздание, это божество, рацию, разум и так далее. Мы высшее существо. Есть низшие существа, в которых является нормой, гермафродитизм, как вы сказали, гомосексуальность и так далее. А человек, ибо он божественен, ибо он величайшее достижение природы, в нем этого не должно быть. И даже если в нем это есть, это ошибка природы. То есть это вот то, что вы говорите. Я сейчас утрировала это, я не говорю, чтобы это говорили этими словами. Я это утрировала, потому что это меня действительно очень понравилось. Это что-то такое, что, ну вот честно, это вот то, с чем Фуко, Бамман, и мы все здесь сейчас, о чем мы говорили, пытаясь как-то бороться. Но у меня такое ощущение, что в принципе смысла нет. Но вы имеете полное право, что я могу с вами сделать. Знаете, что такое? Просто я просто скажу, что-то было мило. Нормы и спасти кинограмм. Сейчас я не знаю, может быть, это тоже свидетели, сейчас в интернет-пространстве очень сильно обсуждалась одна история, которая происходит где-то в России, во-первых, в Подмосковье. Опять же по поводу наших мигрантов. Страшное такое. Это на проект, вот увидите, да, это ругалка Таралинка, которая просто сейчас будут пытаться лоббировать стоп гражданки Казахстана старше 20 лет, без сопровождения мужчин, вам никуда не разрешено выезжать. Вот и есть. Раз, да? Второе, я говорю, вот министерство говорит, нет, ну они не имели в виду. Я на вас, на вашу ремарку отремаркировала, и вот на природу, на Оксанку. Другие не могут производить детей. Как я обычно такие вопросы отвечаю, а вообще моё отношение в некотором плане, да? Я думаю, наверное, вам интересно, потому что я, наверное, не очень интересно. Что-то вам говорила, с чем-то вы согласны, с чем-то вы не согласны. Вот. Поэтому я поделюсь своё мнение. Обычно люди, которые апеллируют к природе с вопросом сексуальности и многих других вопросов, морали, гендера, да, и так далее, это те же самые люди, которые искренне, что меня поражает, они искренне верят в то, что все животные на Земле были даны Богом нам, чтобы нам было вкусно жить. Вот. Бифштекс, это вот, вот этот, это действительно Божье, какое-то, Божье благословение нам. Корова, она вот только для того, чтобы мы сделали, поели этот вкусный бифштекс с кровью, с некровью, прожаренный, недожаренный и так далее. То есть, это вот как раз таки, это вот вверх, вот это вот, это вот вверх, вот это вот, того, что я говорю, антропоцентризм. Ну, очень понятное, как бы, очень лёгкое понятие, да, антро, антроз, человек, центризм, центрировано человеком. Вроде бы мы уже пережили то время, когда мы считали, что Земля является центром вселенной. Да, вроде бы, слава Богу, мы вышли из этого времени. Но до сих пор в большинстве нас живёт убеждение искреннее, опять-таки, очень, очень святое, честное, наивное, вера в то, что вот я, как человек, являюсь венцом творения. И всё создано для того, чтобы служить мне. все эти реки, золото, нефть, вся эта земля, коровы, бегемоты, козы, они все для того, чтобы я был. Женщины, самое главное, да. Да, 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 чтобы попозже сиськи были. И так далее. То есть, это вот как раз-таки из того разряда людей, которые также потом и апеллируют. Ну, природа же. Вот, если ты гомосексуален, ты же не можешь идти производить. Да, ты не можешь идти производить. А зачем тебе это? Это неправильно. Мы должны размножать, мы должны поработить всю землю. Да, мы должны покорить всё. А как только мы покорим всю землю, мы должны всю вселенную покорить. блюжин. Не знаю, всесильная, наивысшая раса, творение. Восток, запад, например, вот тоже. Женщина, мужчина. То есть, это вот тоже, да, вообще, кто придумал, да, что, как бы, да, Ну, особенно запад придумал. Запад, да. Все западное, все это, запад это норма, а что не западное, это антинорма, да, что-то, вот мне понравилось, восток, это что-то непонятное, значит, это тоже антинорма. И, соответственно, запад считает правым культивировать, торгаться в запад, это объяснимо, это оправданно, чтобы привести так вот ту норму, которую положено, вот, кстати, большое спасибо за то, что затронуете эту тему, к сожалению, сегодня мы не успеем это об этом говорить, но об этом, говорю, следующей теме, как раз таки про ориентализм, создание ориента, до востока, и вот распространение всех этих рационализирующих каких-то там, или там, идеалов просвещения, странных, в которых, в принципе, просвещения как такового не было, люди не об этом не слушали, вплоть до прихода царской силы, в Туркестане, как говорили в то время, то есть мы об этом тоже будем говорить, очень важную тему вы затронули, но мы также будем говорить про вообще создание, появление понятия норма, патология, когда это появилось, и так далее.